Молниеносная скорость, нереальная сила, а также безудержная агрессия. Все эти качества сделали когда-то из Майка Тайсона одного из самых устрашающих чемпионов в истории бокса, который одним только взглядом заставлял соперников дребезжать от страха. Однако над таким своим качеством, как агрессия, Железный Майк частенько не был властен, и это всегда приводило к настоящему хаосу, как в ринге, так и за ее пределами. И сегодня в этом выпуске мы с вами обсудим вот такой вот как раз-таки случай, когда Майк Тайсон во время боя полностью потерял над собой контроль. А что же там случилось после, вы узнаете в этом выпуске, так что обязательно смотрим до конца. Итак, то безумие, которое мы вам показали в начале видео, да и вся история, про которую сегодня у нас пойдет речь, зародилась еще в 1996 году, когда Железный Майк Тайсон и крепкие боксеры из Алабамы Эвандер Холифилд впервые вступили на ринг, дабы оспорить титул чемпиона мира по версии WBA. Данная встреча произвела в мире бокса настоящий фурор, ведь оба бойца тогда гремели во всех новостях и считались лучшими в своей весовой категории. Еще одним фактором такого ажиотажа до боя являлось то, что наши боксеры еще шесть лет назад должны были провести поединок друг с другом. Однако травма Железного Майка помешала им тогда сойтись на ринге. Далее Тайсон и вовсе окажется за решеткой по обвинению в изнасиловании, в результате которого проведет в заключении три года и выйдет на свободу в марте 1995-го. Железный Майк быстренько вернет себе утраченные пояса практически за год, победив таких боксеров, как Фрэнк Бруно и Плюс Сэлла. Эвандер же в свою очередь на момент первой встречи с Майком Тайсоном являлся большим андердогом из расчета 22 к 1, ведь его предыдущие выступления оказались провальными, а боксеру было 33 года, поэтому все скептически относились к его шансам. Но то, что вытворил Холифилд вечером 1996-го года, навсегда войдет в историю бокса. Тайсон в 1996-м был уже не тем самым Железным Майком из 80-х годов. Все же отсидка за решеткой сыграла свою роль, но его страшная репутация до сих пор вселяла людям страх. Однако 33-летний Холифилд в тот вечер даже не думал отступать. Зал МГМ Гранд Арена был забит до отказа и побил рекорд по продажам билетов, а наши главные герои по итогу заработали почти по 30 миллионов долларов. С самого начала боя люди не могли поверить своим глазам, ведь Эвандер Холифилд, которому практически никто не давал шансов, заметно превосходил Майка в физической силе. Он легко отталкивал своего визави канатом и не боялся вступать в размер. Сразу стало понятно, что репутация его соперника его не волнует нисколько. Во втором раунде картина боя стала еще удивительнее. Майк Тайсон оказался возле канатов, что буквально пару лет назад невозможно было представить. В одном из таких вот моментов Тайсон пропускает четкий левый кук от Холифилда. Начиная с третьего раунда, Холифилд начал полностью использовать свое преимущество в силе, буквально заставляя Тайсона клинчевать. Алабамис также не забывал работать и на ближней дистанции, что оказалось для него довольно-таки эффективным. В моментах у Железного Майка также были успешные попадания, но его соперник просто не воспринимал их, планомерно продолжая делать свою работу. Майк Тайсон, Павел Майк Тайсон позже. В пятой друг минутки Тайсон все-таки сумел собраться, хоть ненамного показав прежнего себя, поэтому данный раунд он забирает уверенно. В шестой раунд Железный Майк начинает очень агрессивно, но Полифилд быстро меняет ситуацию в свою сторону. Позже оба боксера сталкиваются головами, что приводит к рассечению Майка возле левого глаза. После этого Тайсон словно постепенно начинает теряться, и спустя пару секунд оказывается на поле. Полифилд в концовке раунда, увидев, что Тайсон немного растерян, увеличивает темп, мощно закончив трех минут. Раунд номер семь. Всем стало понятно, что Майк немного подустал, а у Холифилда словно открывается второе дыхание, и он пробивает мощные комбинации один за другим. Майк старается как-то отвечать, но Алабамец не чувствует его удары, продолжая идти вперед. Когда до конца десятого раунда остается всего 20 секунд, Эвандер наносит Тайсону жесточайшей правой прямой, от которого железного Майка начинает конкретно болтать, и он чудом спасается благодаря гонку. По итогу поединок завершается в одиннадцатом, где Холифилд кладнокровно добивает все еще потрясенного Майка, сотворив настоящую сенсацию. Карьера железного Майка после данной схватки уже никогда не будет прежней, и далее его ждет постепенное падение вниз. Послушайте, я с ним дрался за всей отдачей, но очень быстро устал, а он продолжал драться и потрясал меня раз за разом, поэтому он заслужил мое уважение. Большое спасибо тебе, Эвандер, это был хороший бой. Я бы хотел поблагодарить Майка Тайсона за возможность провести с ним бой. Чтобы быть лучшим в мире, ты должен драться с лучшими, поэтому я готовился к этому бою как никогда прежде. 28 июня 1997 года состоялся долгожданный реванш между Тайсоном и Холифилдом. Ожидания публики от этого боя были еще больше, чем в первый раз. Если первый поединок суммарно смог принести 100 миллионов долларов прибыли, то реванш сумел собрать почти 200 миллионов. Это чтобы вы понимали, насколько ажиотаж был высокий. Боксерам гарантированно была обещана сумма 30 миллионов Тайсону и 35 миллионов Эвандеру. По причине того, что он победил на первой встрече, а на реванш выходил в статусе действующего чемпиона. Тайсон все еще считался фаворитом встречи, но только из расчета 2 к 1. Одним из ключевых факторов в этом воединке, который, по мнению многих, должна была сыграть в пользу железного майка, стала замена рефери из первого боя Митча Хелперна. Этот рефери на первой схватке боксеров очень много позволял Коллифилду работать в клинче и, откровенно говоря, закрывал глаза на грязные выходки боксера, такие как удары головой. Что, по мнению команды Тайсона, и стало ключевым фактором провального выступления их боксера. Заменили Митча легендарным рефери Милсом Леном. Замена рефери, по мнению команды Тайсона, должно было помочь ему более легко работать в своем излюбленном стиле. И рефери уже на первой минуте показал, что любой клинч будет жестко пресекать. В начале раунда всем показалось, что данный бой и вправду совершенно другой, нежели чем их первая встреча. Но когда до гонга оставалось всего 45 секунд, Коллифилд начал жестко наступать, к чему Тайсон явно не был готов. Во второй трехминутке железный Майк сумел собраться и начал рисковать. Однако это длилось недолго, ведь боксеры вновь столкнулись головами, что привело к рассечению возле правого глаза Майка. Друзья, интересным фактом является то, что Майк в данном поединке очень часто жаловался рефери. Да, на это он имел полное право, ведь его соперник и вправду частенько делал грязные вещи. Но казалось, что Тайсон чересчур возлагает все на плечи Милса Лена. Вообще окружение Тайсона и его команда не сделали работу над ошибками после первого провала. Всю вину перекинув на плечи того самого рефери, тогда как дело-то было в самом железном Майке и в его неподготовленности, причем как в физическом, так и в ментальном плане. И вот звучит гонг на тот самый легендарный третий раунд, который навсегда войдет в историю бокса. Разверенный Тайсон начинает его очень активно и практически не оставляет шансов своему визавилу. Однако, когда до конца третьего раунда остается всего 40 секунд, происходит то, что по итогу шокирует весь спортивный мир. Во время очередного клинча Холифилд очень опасно отпускать свою голову вниз, что просто выбьешь Войт Майка и он в ответ кусает ему правое ухо. А рефери того боя Милс Леннер снимает с Тайсона два очка, а наш герой, в свою очередь, хочет убедить его, что не кусал соперника, а кровь у Холифилда идет из-за столкновения головами. Зал пребывает в настоящем шоке, но бой был продолжен, и оба боксера яростно вступают в бой. Но не проходит и пары секунд, как Тайсон вновь кусает Холифилда, но в этот раз уже в левое ухо. Рефери не замечает этого, и боксеры продолжают биться. И вот звучит гонг, а кровавленный Холифилд идет свой угол, показывая рефери, что Тайсон его вновь укусил. И после того, как Милс Леннер замечает следы от укуса Тайсона, он резко останавливает поединок, дисквалифицировав железного Майка. Услышав эту новость, Тайсону в буквальном смысле срывает башню, и он начинает кидаться практически на всех. Кстати, тот самый легендарный снимок нашего героя, где он заставил охрану дребезжать от страха, был сделан именно в этот момент. Милс, зачем вы остановили бой? Из-за первого укуса или второго? Из-за второго. Первый укус был очень жестокий, и я снял с него два очка. Доктор сказал, что он может продолжать биться, поэтому я позволил. Но после Тайсона укусил уже во второй ухо. Я его предупреждал, еще один укус, и ты вылетишь с боя. Я предупредил их обоих, но он вновь укусил его. И на этом все, он вылетел. Кольфилд прямо сейчас покидает ринг. Мог ли он продолжить бой? Остановил ли ты схватку по причине травмы, или это была дисквалификация? Нет, это было из-за укуса. Я предупреждал Тайсона, сказав, даже не думай сделать это вновь, ибо я тебя дисквалифицирую. После такого хаоса Тайсон спустя несколько дней сразу принес свои извинения, сказав, что не понимает, зачем он это вообще сделал. Но извинения было недостаточно, поэтому боксерский комитет аштрафовал его на 3 миллиона долларов. И решает его боксерские лицензии на 15 месяцев. Данный поединок по итогу для Майка Тайсона станет началом его конца. И после будет много скандальных, а иногда даже печальных моментов с его участием. Но все же к концу своей карьеры Тайсон сумеет собрать себя в руки. А с Эвендером Холлифилдом они и вовсе станут хорошими друзьями, что не может не вызвать улыбку. А на этом все друзья, я вас попрошу обязательно поставить лайк этому ролику, ведь для вас это всего лишь 2 клика, а для нас мотивация делать дальше, так что надеемся на вас. Не забывайте также оставлять комментарии и подписаться на канал. Вы были на канале Холлифтв, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok